всем привет на связи виктория котыченко и сейчас покажу как и есть варианты пополнения кабинета веб-трансфер значит проверила я уже что через обменник у них есть обменник веб-трансфер и тут есть варианты разные отдаете там приват 24 ну то есть я в украине у меня высвечивается приват 24 наверняка если вы из другой стороны там допустим россия тут будет сбербанк или какие-то другие банки и получаете тоже ну то есть есть разные варианты допустим допустим я проверяла приват 24 если из карточки хочу пополнить заходим в раздел тарифы и вот мы смотрим какие тут варианты есть обмена в общем я посмотрела если через их обменник через банк переводить деньги на сумму 500 долларов я брала то в гривнах с учетом комиссии вот тут написано с учетом платежной системы приват 24 нужно будет переплатить большую сумму вот сумма которая получится у меня 500 долларов 093 то есть я подобрала вот тут в 12100 я должна внести чтобы на кошелек веб-трансфер у меня попало 500 долларов по курсу 22 это средний курс это 550 долларов то есть 50 долларов комиссия получается то ли приват 24 то ли плюс еще наверное тут комиссия ну короче говоря это невыгодно выгоднее если вы хотите с карточки переводить денежку то выгоднее через пэйр это делать то есть заводите кошелек по и пополняете его на ту сумму которую вы хотите перевести плюс 2 и 9 процента к сумме то есть допустим если вы хотите если вы хотите пополнить на 500 долларов этот в веб-трансфер то 500 плюс 2 и 9 процента вот вам нужно пополнить на 514 долларов 50 центов то есть 515 долларов берем да опять таки регистрируем кошелек по и там очень просто идет пополнение через карточку но карточку вас по потом попросят верифицировать при этом вам нужно будет сделать фотографию где вы держите свой паспорт и свою карточку и ваш фейс должно быть видно эту фотография на фотографии должно быть ваше лицо паспорт и ваша карточка так в руках держим и фотографируем вот и вам нужно будет отправить обязательно это фото иначе деньги снимутся а потом в течение трех дней вернуться опять на вам на карту, там написано в условиях, но уже без комиссии, там вот это 2 с чем-то процента, 2,7% там написано, комиссия за перевод успешный, вот таким образом. То есть еще раз, для того, чтобы пополнить самым дешевым способом с карты на веб-трансфер, мы выбираем вот эту позицию, во-первых, сразу мы заходим в раздел пополнить, в веб-трансфере, да, попадаем на вот эту страничку, берем, нажимаем PAYER, это ваш кошелек, то есть это показано, что вы сюда именно в ваш кабинет будете пополнять, вот мой кошелек, видите, сюда пишите сумму, которую вы хотите пополнить, нажимаем оформить, у вас перекинет на страницу регистрации PAYER, а, нет, нас перекидывает вот сюда, и далее нам нужно выбрать вот этот раздел, выбираем кошелек, на который вы будете, с которого, если вы уже пополнили PAYER, то какой кошелек вы пополнили, долларовый, рублевый или евровый, то есть выбираем любой из этих кошельков, нажимаем оплата, и вас перекинет, того как оплате подтвердить, вас перекинет на ваш кошелек, сейчас смотрим, вовнутрь вашего кошелька, ну, либо предложит зайти в кабинет, то есть я уже была в кабинете, и вот меня как бы завели сразу в кабинет, если вы будете не в кабинете, то вас закинет на вход в кабинет, заходите, предварительно пополнив кошелечек, и вот к оплате, и подтвердить, да, выбираете здесь кошелек, и подтверждаете оплату, так, сейчас покажу, как пополнить, чтобы пополнить свой кошелек PAYER, вам нужно зайти в свой кабинет, нажать на кнопочку пополнить, попадаете на эту страничку, выбираете, какой кошелек вы пополняете, допустим, USD, или допустим, рублевый кошелек, ну, пишем 500, чтобы вы посмотрели комиссию, сейчас оставим все-таки доллары, чтобы было для всех понятнее, 500, да, пополнить, банковские карты, и вот, давайте нажмем оплату, и посмотрим комиссию, значит, 500 долларов курс конвертации, вот нам показано, комиссия, как мы считали, вот видите, 14,50 комиссия кошелька, и комиссия шлюза, 785 рублей, и вот, вот эта табличка красная, как раз, говорит о том, что я говорила, в целях защиты от мошенничества, сразу после оплаты, в случае, если операция по данной карте совершается впервые, мы потребуем загрузить на сайте специальную форму, копии документов, плательщика в виде фото, паспорт и банковская карта в руке, то есть фотография с паспортом и банковской карты в руке, в случае вашего отказа от прохождения идентификации личности, уже после совершения операции по вашей карте, деньги будут автоматически возвращены в течение от 0 до 3 дней, за вычетом комиссии банка по успешной операции в размере 2,7%. Нажимая кнопку подтвердить, вы соглашаетесь с данными условиями. То есть, опять-таки, смотрите, считайте, какая сумма вам нужна, сколько вам нужно изначально поставить, какую сумму. А, хотя вот изначально мы поставили 500 долларов, все верно, с вас уже вот комиссия высчитывается, да, и вот к оплате получается 29,89. Нет, я все-таки камеру я первую валюту сейчас посмотрю. Вот так, конвертер онлайн, 29,089. Сейчас мы проверим, какая-то сумма будет в долларах. Сколько мы переплачиваем? 29,089. Так, еще раз, точка 46. Нет, копейки не берет. Так, здесь мы выбираем рубы. И делаем. Вот он. Нам нужен доллар рассчитать. национальный банк продажи. Ну, у меня национальный банк украинский считает. Конечно, это может быть не так. Ух ты, 580 долларов. получается 580 долларов. А через обменник получалось 550. Ну, в общем, может быть, это из-за того, что курс валют НБУ, это национальный банк Украины, если брать курс валют РФ, может быть, другая сумма. В общем, просчитайте для себя, как выгоднее все-таки. Может быть, здесь будет другая информация, если у вас будет тут, допустим, Сбербанк стоять, да, и здесь будет другая информация. Вот, но в любом случае я вам показала два варианта, как можно пополнить через карточку. Здесь, если нажимаем подтвердить дальше, то выкидывает на следующую страничку, где мы должны ввести номер карты, срок ее действия, имя владельца и ЦВВ-код, а также адрес электронной почты и нажимать оплатить, оплатить картой. Вот, и тогда деньги попадут в кабинет веб-трансфер, ну, то есть попадут сначала на ПФ, потом вы опять-таки заходите на веб-трансфер и уже, как я показывала в начале, выбираете сразу пополнить через ПФ, выбираете валюту, сейчас еще раз пройдем это пошагово, на всякий случай нажимаем пополнить, нажимаем пополнить, когда у вас пополнен ПАЕР-кошелек, то ПЕР, то ПАЕР его обзываю, короче, ну, вы поняли меня, сюда нажимаем пополнить напротив ПАЕР, опять-таки нажимаем сумму, которую мы хотим ввести, нажимаем оформить, и тут уже выбираем вот это вот оплата, кошелек выбираем, на котором там у вас деньги попали и нажимаем оплата и нас перекидывает в кабинет ПАЕР, подтвердить, и вот нас сюда перекинуло, сумма списания 27, 1506, ну, то есть разные комиссии, видите, ну, тут такая сумма и будет, да, потому что все остальное сожрется кошельками и банками. меня спрашивают, меня спрашивают, как выгоднее всего, очень тяжело сказать, как выгоднее всего, потому что у каждого своя ситуация, если у вас уже есть деньги на ПАЕР, они уже там, допустим, выведены из какого-то проекта или на любом другом кошельке, то вам выгоднее оттуда пополнять. Если у вас надо пополнять этот кошелек, то, соответственно, смотрите, какие в вашей стране, в вашем банке комиссии. Вот, там все написано, везде просто нужно, глазки открываем и смотрим. Вот, через Perfect Money я пополняла, через OkPay пополняла и через Kiwi кошелек и через Яндекс.Деньги. Через что-то пополняла, через что-то выводила, уже не помню. Точно через Perfect пополняла и через OkPay пополняла. Да. Все, это теперь точно конец видео. Всем пока-пока, успехов, удачи, встретимся на YouTube.